Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сестры мусульмане, приветствую вас на канале Ислам Ворлд. Вопрос о детях, рожденных вне брака. Вопрос. Наши имамы часто говорят в проповедях, что в людях, рожденных вне брака, нет благодати, бабраката. Из них не могут получиться хорошие люди. У меня такой вопрос. Я родился без никеха и даже без брака. Как быть в такой ситуации? Имя мусульманское я не получал. Хочу взять мусульманское имя. Ответ. Действительно, существует несколько повествований, хадисов, где говорится с осуждением о внебрачных детях, поскольку рождение таких детей было результатом запретных отношений между мужчиной и женщиной. Вследствие этого, такой ребенок может не получить должного воспитания и вырасти безнравственным. В таком случае, грех будет скорее на родителях, чем на ребенке, что он вырос таким человеком. В то же время, вы должны помнить, что ислам – религия справедливости, которая не подвергает человека осуждению только за его происхождение или социальный статус. Внебрачные дети могут вырасти прекрасными людьми благодаря своим личным качествам и благочестию. Существует множество примеров этому в исламской истории. Несмотря на происхождение, такие люди стали уважаемыми людьми и лидерами общины в свое время. Так что кем будет человек, зависит в большей степени от его личных качеств, а не от его происхождения. Пророк, салаллаху алейхи вассалам, сказал, внебрачного ребенка не будут наказывать за грехи его родителей, поскольку Аллах сказал, никто не понесет грехи другого человека. В дополнение к этому, вот что сказано в сборнике фетв, одним из больших ученых. Внебрачный ребенок, который верит в Аллаха и совершает хорошие поступки, войдет в рай, иншааллах. В противном случае, его будут судить так же, как и других людей. Он будет так же отвечать за свои дурные поступки. Воздаяние основывается на поступках человека, а не на его происхождении. Единственная причина, по которой к внебрачному ребенку может быть не очень хорошее отношение, что по причине своего рождения он может не получить хорошее воспитание. Но самое главное, что человека будут судить за его действия. И самые благородные в глазах Аллаха, самые богобоязненные. Из вышесказанного видно, что в исламе нет никакой дискриминации по отношению к вам, только из-за того, что вы родились вне брака. Аллах смотрит на благочестие человека, а не на его происхождение. Между вами и другими мусульманами нет никакой разницы, кроме как в хорошем поведении и набожности. Вы можете взять себе любое хорошее мусульманское имя. Пусть Аллах поможет вам в этом. Аминь. А Аллах знает лучше. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok